Большинство разработчиков хотят сделать свои игры в одинаковой степени увлекательными и приветливыми для игроков, но иногда они решают немного над нами повеселиться. Всем привет, я Никитун и это 19 игр затролливших игроков. Приятного просмотра. Когда вы будете играть в третьего Ведьмака, игра часто будет заставлять вас принимать разного рода решения, чтобы вы смогли получить одну из 36 возможных концовок. Но неправильные решения приведут к тому, что разработчики над вами поиздеваются. В свободное время, когда вам захочется отдохнуть от охоты на монстров, вы сможете пообщаться с возлюбленными Геральта, Йеннифер и Трис. Вы можете крутить шашни с обеими чародейками одновременно. Но любому, кто думает, что можно встречаться сразу с двумя людьми без последствий, игра преподаст постыдный урок. Девушки сделают вид, что хотят воплотить ваши самые сокровенные фантазии в реальность. Но на самом интересном месте вы узнаете их истинный план. Оставить вас полуголова звать на помощь. А в High and Life разработчики тоже часто разыгрывают вас самым что ни на есть уморительным образом. В городе Блим есть NPC, который попросит вас приглядеть за его велосипедом. Это кажется довольно простым побочным заданием. Но только не спускайте глаз с велосипеда. Если вы даже на долю секунды отведете камеру, велосипед исчезнет. А его владелец тут же вернется и начнет жаловаться. А в Saints Row 4 разработчики прямо наказывают вас за хорошее поведение. После того, как вы пройдете всю кампанию, последнее задание поставит вас перед выбором. Вы сможете либо спасти своего друга, либо спасти человечество путем самопожертвования. Вам может показаться, что спасение человечества приведет вас к приятной концовке. Но вместо этого вас будет ждать экран окончания игры и достижение «ты сделал неправильный выбор». Но это не значит, что вам нужно стать эгоистом. В конце Dead Rising 3 вам нужно встретиться с друзьями, чтобы вы все вместе могли сесть на самолет и сбежать от орды зомби. Но если вы решите сесть в самолет раньше времени, вы увидите подсказку «к черту всех, пора улетать». Вот только все пройдет совсем не так, как вы ожидали. Ваши друзья дадут вам по морде и улетят без вас, ни о чем не сожалея. А в Detroit Become Human вас ждет новая пасхалка при каждом старте игры. В главном меню с вами разговаривает андроид по имени Хлоя. И тогда как большинство ваших диалогов будут довольно безобидными, не расслабляйтесь. Есть небольшой шанс открыть меню и узнать самую худшую для геймера новость. Упс. Кажется, данные сохранения были повреждены. Это шутка. Но один из моих самых любимых приколов – это пистолет-пулемет Бич в Borderlands 2. Подобрав его, вы сначала могли подумать, блин, это, наверное, самое мощное оружие во всей игре. Вот только при каждом выстреле оно издает максимально раздражающий звук. Но не волнуйтесь, можно же просто сделать звук потише, да? Оказывается, ни один из ползунков, связанных со звуком, никак не влияет на это оружие. А в Far Cry 6 разработчики немного перегнули палку, потому что игра троллит вас в реальности. Если вы начнете играть, а потом решите передохнуть или как-то отвлечетесь, через несколько дней вам на почту придет письмо от главного злодея, Антона Кастильо. Он поблагодарит вас за то, что вы оставили его в покое и дали ему спокойно поруководить страной. Также в письме будут указаны ваше смехотворное количество убийств и наигранных часов. Это очень смешной способ вернуть игроков в игру. Один из самых бесящих розыгрышей можно отыскать именно там, где вы и ожидали его увидеть. В GTA 5 можно найти побочное задание с подлодкой, в котором можно собрать 30 улик из самых разных мест на карте. Их настолько сложно отыскать, что даже с гайдом вы потратите на это вечность. В качестве награды за часы упорного труда вы получаете пощечину в виде унизительных 10 долларов, которые вам выдает Rockstar. Но еще более серьезное предательство вас ждет в God of War Ragnarok, когда Тор бросит вызов Кратосу. Схватка будет совершенно разрушительной, ведь вы столкнетесь с мощью Тора. Но как только вы получите преимущество, он внезапно станет в 10 раз сильнее и мгновенно вас убьет. По крайней мере разработчики хотят, чтобы вы так подумали. Но это не сравнится с секретным заданием из Diablo 3, которое нагло показывает средний палец критикам. Когда игра только вышла, Blizzard завалили жалобами на визуальный стиль игры. Хардкорные фанаты даже называли его мультяшным. Вместо того, чтобы проигнорировать их, разработчики решили показать, насколько мультяшной могла бы стать игра. В этом секретном задании все выглядит так, словно делалось для детей. Вокруг полно единорогов и радуг. Благодаря нему игроки осознали, что все могло быть гораздо хуже. Но если кто и может посоревноваться с Diablo 3 по уровню троллинга, так это Metal Gear Solid. Ближе к концу второй части игра внезапно начнет глючить и покажет вам ненастоящий экран окончания игры. Ваш персонаж все еще будет двигаться на экране. Только в маленьком окошке. А единственное, что будет подсказывать вам, что это еще не конец, это надпись PCM Rawalina. Но расслабляться будет еще рано. Потому что ваше мучение на этом не кончится. Когда вы будете готовы завершить сюжет, полковник внезапно позвонит вам и скажет следующее. Raiden, turn the game console off right now. Он звучал настолько серьезно, что на этом моменте масса игроков запаниковала и отключила консоли. Но это не единственный случай, когда разработчики заставляли игроков усомниться в реальности происходящего. В Eternal Darkness, когда вы встречаете врагов, ваша полоска морали постепенно уменьшается. Но разработчики продумали механику схождения с ума гораздо сильнее, чем игроки могли себе представить. Чем более сумасшедшим вы становитесь, тем более странные кренделя начинает выкидывать игра. Порой по экрану ползают жуки. А порой игра притворяется, что отсоединился контроллер. Она даже может сделать вид, что удалила ваше сохранение. Но Silicon Knights это не единственные разработчики, которые любят основательно троллить игроков. Когда в 2013 вышел ребут Devil May Cry, фанатов привела в ярость прическа Данте, которую полностью изменили. В ответ на критику, Ninja Theory добавили в игру уморительную сценку, которая показывала, насколько нелепой была изначальная прическа. Но здесь мы хотя бы знали, что над нами прикалываются. В отличие от случая с Batman Arkham Asylum, где тысячи людей были обмануты разработчиками. После того, как вы проведете много часов, проходя сюжет, вы предстанете перед пугалом. Но когда вы приготовитесь к схватке с ним, обстановка станет жутко странной. Перед тем, как впустить вас в комнату с боссом, игра зависнет, а затем заглючит. Может показаться, что игра вылетела. Но внезапно начнет проигрываться катсцена, которая покажется очень знакомой. А все потому, что это начало игры. То есть весь ваш прогресс был стерт. Но так вы будете думать только до того момента, когда начнете замечать отличия. Например, то, что узником на этот раз служит сам Batman. Лишь тогда станет ясно, что все это галлюцинация. По крайней мере, здесь разработчики просто шутят. В отличие от самого причудливого розыгрыша в покемон, все любят Генгара. И вам обычно нужно заставить Хонтера эволюционировать, если вы хотите его заполучить. Но с этим есть одна проблема. Хонтерам нужно с кем-нибудь обменяться, чтобы он эволюционировал. Это обычно не очень сложно, если не считать Diamond and Pearl. В которой разработчики разыграли миллионы игроков, которые надолго затаили обиду. В этих играх есть неигровой персонаж Минди, который предлагает вам обменять покемона на Хонтера. Это кажется шикарной идеей, пока вы не замечаете, что полученный Хонтер держит камень, препятствующий эволюции. Минди даже смеется над вами и спрашивает, ну как, мой Хонтер превратился в что-то другое? Ха, шучу. Ну и зараза. А если вы решите сыграть в A Way Out, то готовьтесь распрощаться с вашей дружбой из-за шокирующего сюжетного поворота. Вся суть игры в том, чтобы работать вместе, чтобы отыскать лучший способ сбежать из тюрьмы. После многих часов совместных приключений, вам может показаться, что вас ждет счастливая концовка. Пока разработчики не решат поставить геймплей с ног на голову. Внезапно вас заставят друг с другом сражаться, потому что выжить может только один. В зависимости от того, кто выживет, вы сможете получить одну из двух концовок, в которых вы отдаете последнюю дань уважения только что убитому вами другу. Это один из моих любимых сюжетных поворотов. Но это все равно не удивляет так сильно, как внезапное изменение в Марио Карт, потрясшее геймеров до глубины души. Когда вы играете на трассе Питч Гарденс, игра окажется совершенно обычной, пока не начнется последний круг. И скажу я вам, лично я этого совершенно не ожидал. Внезапно вы начинаете ехать в обратном направлении, прямо в лоб тем, кто следовал за вами. Здесь можно очень долго работать над тем, чтобы занять первое место и врезаться в кого-нибудь в самый последний момент. А если это не заставило вас выбросить геймпад в окно, то уморительный розыгрыш в Goat Simulator точно довершит начатое. В третьей игре масса рекламных щитов со всякими выдуманными кампаниями, мюзиклами и фильмами. И вам могло показаться, что это реклама Форсажа, но нет. Это в Ван Дазеле рекламируют Alt F4. Естественно, если вы нажмете эти клавиши, но лучше не нажимайте их, короче. Но это не единственная игра, в которой есть подобный поворот. В Assassin's Creed 3 вы начинаете играть за Хейтема Кенуэ, обаятельного британского ассасина, который отправился в Америку. И несмотря на то, что вы проведете с ним кучу времени, вы ни за что не угадаете, что произойдет дальше. В середине игры он оказывается очень важным тамплиером, одним из людей, с которыми вы должны сражаться. И пока вы сидите разинов рот, разработчики спрашивают, по вкусу ли похлебка? А вот небольшой бонус. Evil West это одна из самых антуражных игр про Дикий Запад, в которой можно повстречать кучу самых разных кровожадных и беспощадных чудищ. И для тех игроков, которые хотят немного поменьше пугаться от происходящего, разработчики добавили опциональный режим арахнофобии, включив который вместо жутких пауков вы будете видеть только лишь безобидную паутину. Хэй, ребята, троллили ли игры вас? Или может вы знаете подобные случаи? Пишите и описывайте ваши игровые истории в комментариях под видео, я обязательно все прочту. Ну конечно же, не забывайте про палец вверх, подписку на канал, телеграм и все в этом духе. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун и до скорых встреч в новых видео!